Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я Пашкевич Анна, и мы говорим на такую тему, как калина красная, ее полезные свойства и способы применения. Первые сведения о калине обыкновенной, или по-другому ее называют калина красная, были зафиксированы еще в целебных травниках XV века. Многие знают о высоком биохимическом составе калины красной, а именно о ее большом содержании в ягодах и в коре, и в цветках, и в листьях в том числе, витамина С, который превосходит по количественному содержанию лимоны порядка 10 раз, также черную смородину в 2 раза. Калина широко и давно применяется в качестве кардиологического средства, она регулирует и нормализует давление. Также ею можно лечить гастриты, язвы, это и общие укрепляющие средства на основе калины, и иммунно-стимулирующие средства. Также есть ряд косметики, в состав которой входят калина, и много других полезных свойств и применений этой замечательной ягоды. Калина относится к тем ягодам, которые можно собирать на протяжении всего осенне-зимнего периода. По наступлению морозов, до наступления морозов. Установлено, что ягода зимнего сбора содержит большее количество полезных компонентов. Поэтому, когда мы собираем калину до наступления морозов, как в моем случае, для освобождения большего количества полезных компонентов, ее можно на пару часов отправлять в морозильник. Если же мы собираем калину до наступления морозов осенью, то ее можно хранить неопределенно долгое количество времени. Если же мы собираем калину по морозу, то тогда необходимо ее употребить непосредственно после сбора. После того, как мы собрали калину, ее необходимо промыть, освободить ягоды от тех веточек, на которых она находится. Для того, чтобы это выполнить более качественно и быстро, можно использовать в качестве дополнительного предмета обычную столовую вилку, зажимая калину в руке и вилкой освобождая ягоды. Я это в данном видео не буду делать очень долго, но сам факт, что ягода получается менее раздавленная и очищается значительно быстрее. После того, как мы получили освобожденную ягоду, мы можем ее, как прокручивать на мясорубке, также можем ее измельчать в блендере, можем получать из нее сок. Годится в употреблении также кожура и семечки калины. Что касается свежего сока, его можно использовать в качестве источника приготовления киселей различных за добавлением воды и крахмала. Также можно использовать его в качестве компонента, который добавлять воду и пить в удобное для вас время. Из расчета 1-3 столовые ложки на стакан воды. Что касается той кожуры, того жмыха и тех косточек, которые у нас освободились после отдавливания сока. Это все можно также еще раз дополнительно использовать для приготовления морсов, компотов, киселей. И после того, как у вас останутся абсолютно чистые косточки, их следует подсушить и по возможности измельчить на кофемолке. Полученный порошок можно использовать в качестве скрабирующего компонента, но также в нем будет огромное содержание витамина К, который крайне полезно воздействует на нашу сердечную мышцу. И поэтому полученный порошок из косточек калины можно и нужно пить так же, как и сок, разводя с водой в соотношении на 1 стакан 1 чайная ложка. Самый, наверное, удобный, самый быстрый способ использования калины – это чистую ягоду мы укладываем в стеклянной емкости, в моем случае это банка, и засыпаем сахаром. Из расчета 1 к 3, то есть на 3 части калины 1 часть сахара. По мере того, как будет освобождаться сок, выделяться сок, будет идти поднятие ягоды вверх, внизу будет более такая широкая прослойка сока, и этот сок можно также использовать как и свежевыжатый сок, и для компотов, и для киселей, и для различных настоек, и для употребления непосредственно с водой или с чаем. Также с сибирскими учеными был установлен факт, что при приготовлении настоек на основе калины в соотношении 1 к 5 с 40% спиртом выделяется огромное количество фенольных соединений, которые крайне положительно воздействуют на всю иммунную систему нашего организма. Поэтому, если у вас есть возможность, то готовьте такие спиртовые настойки. 1 часть спирта и 5 частей калины. Помимо всего вышесказанного, не забывайте, что калина является самым надежным средством от кашля, который, к сожалению, является одним из сильных и побочных явлений при протекании ковидной инфекции. Поэтому желаю всего вам доброго. Калины на ваши столы и в ваши организмы. Оставайтесь на канале Процветок. Радуйте нас лайками и подписками. До новых встреч!